А меня интересует вот такой вот вопрос. Скажем, за какое время примерно может, например, быть создана трасса? Ну, вот скажем, железнодорожный, допустим, путь, да? Вот в течение сколько лет или сколько времени приблизительно, ну, например, ну, скажем, я вот здесь в Латвии живу, например, ну, например, до Парижа, да, вот этот трасс, сколько примерно затребуется времени? Ну, это просто как пример такой, да? Смотрите, я приведу уже пример, который сейчас демонстрируется в экотехнопарке. То есть вот та трасса лёгкая, которая сейчас спроектирована и построена, и готовится к эксплуатации, это меньше четырёх месяцев. То есть от начала до изготовления. За это время ещё изготовлен и подвижной состав. То есть вот мы тут иногда смеялись, когда вице-президент Сименса спросил у Виктора, а за сколько вы сделали эту машину? И для того, чтобы ему не выглядеть вурном, ему пришлось соврать. Вот, он сказал, что, ну, где-то около года, хотя реально она сделана за четыре месяца. Потому что если бы объяснить, что машина спроектирована и изготовлена за четыре месяца, просто посчитали бы, что это балабола, что это такого не может быть. Вот, поэтому сейчас, когда, вот, я вам привожу пример. Ну, опять же, я ещё приведу цифры, вы тоже их должны понимать. Анкерные опоры, которые являются основой пути, то есть которые стоят на поворотах. Так вот, анкерная опора в экотехнопарке, первая опора, первая, экспериментальная, которую только первый раз монтировали, она смонтирована за час, а вторая за 20 минут. То есть вам такие сроки или такие, это ни о чём не говорит. Так вот, сказать о том, что срок, когда будет построена трасса в Париже, технически она может быть построена в течение одного месяца. А вот ведь все вопросы по срокам, это больше вопрос согласования, и вопрос тогда, когда возникнет это желание. А со временем у нас много споров идёт с точки зрения практикующей футурологии и реальной инженерии. То есть вот Виктор Бабурин представляет компанию, которая занимается реальной инженерией. То есть они конструируют и делают. А мы всё-таки занимаемся практикующей футурологией, мы описываем. И поэтому у нас постоянно есть нестыковки. Потому что, ну, допустим, когда будет построен первый миллион километров дорог? То есть мы это с родом хуком. Юницкие говорят, через 30 лет или 20 лет. А вот с точки зрения практикующей футурологии мы говорим, ну, нам, я думаю, что 5-8 лет, понимаете? И здесь вопрос, мы можем, конечно, в чём-то не совпадать по срокам. Но с точки зрения тренда, понятно, не стоит вопрос, будет построен миллион километров или нет? То есть здесь вопрос сегодняшней инженерной школы, да, это будет строиться, допустим, 20 лет. Но та школа, которая создаётся с помощью новых технологий, 3D-принтеров, новых материалов, робототехники, потому что вся эта дорога и система будет строиться роботами. И с какой скоростью это будет, допустим, строиться через 5 лет, сегодня даже невозможно оценить. Ну, я думаю, что есть такое очень точное русское понятие. Быстро. Я добавлю ещё со своей стороны, что поскольку мы это считали, я задавал КБ вопрос, и очень просто, на ваш вопрос это примерно 3000 километров. Но Анатолий Эдуардович всегда говорит, строить-то можно модулями, то есть навстречу друг другу. Один модуль — это 3000 километров, с одного конца начали строить, и с другого конца. И совсем другой подход, если это 1000 модулей, да, и говорит, он дальше говорит, а можно строить в день по одному километру. Это значит, практически можно построить за день. Но, как Сергей уже сказал, что подготовительные работы займут определённое время, разрешительные документы и так далее. Но сама техническое строительство абсолютно позволяет, то есть технология настолько уникальна и инновативна. — И я добавлю в завершение, чисто как строитель, потому что опыт стаж строительства, и как раз мы на газовых промыслах занимались обустройством и дорогами. Ключ к тому, о чём вы говорите. У нас буквально недавно мы выступали на экофестиве в Санкт-Петербурге, и к нам подошла группа, делегация представителей, которые занимаются землеотводами, то есть люди, которые знают, как со всех других выкачать деньги. — Вам нужна будет сертификация, вам нужны землеотводы и так далее. И я просто посмотрела и сказала, а вы знаете, мы не нуждаемся в ваших услугах. И наступила тишина. Они сказали, как, вам не нужен землеотвод? Я говорю, скажите, вот на что нам землеотвод? Мы не прокладываем рельсы, мы не прокладываем дорогу, мы не занимаем ваши поля. Наша станция, землеотвод, нам нужен. От одного метра квадрата, это опора для лёгкого струнного транспорта, до нескольких десятков метров квадратных, если мы с вами говорим о большой... Вот, у нас с вами изображена опора. Поэтому основная фишка людей, которые пытаются затормозить всё. Мы вам не дадим землеотвод, нам ваш землеотвод не нужен. Вот если понимать, как начинает строиться технология, всё упрощается. А выделить метр квадратный даже на городской площади для того, около существующего столба освещения, для того, чтобы мы могли провести там или подвесить снизу юнибайк, для этого никакой землеотвод не нужен. Технология строится роботами, как об этом говорит нам практикующая футурология. И кроме того, единственное, что нужно будет, это надо отвести сервитут. А сервитут – это уже государственное дело, и под определённые сооружения просто нельзя отказать, потому что это уже будет противоречить всем, ну, скажем, правам, скажем так. Вот и всё. А сервитут – это абсолютно другое дело. Давайте ещё вопросы. У меня один вопрос. Ну, технологически всё ясно, да? Теперь один вопрос мне интересует, да? Вот таможня и пограничники. Понятно. Знаете, я как тот еврей, а давайте я вам ответю про гаишников. Значит, я несколько лет назад ехал в поезде из Москвы в Питер. Вот. И там был бы юбилей, там ещё у одного, так сказать. Меня посадили, дали ещё с собой бутылку коньяка в СВ. Я сел, открывается дверь, заходит ещё один, так сказать, тоже его провожают, он тоже с бутылкой коньяка. Сел, мы с ним, так сказать, посидели друг на друга. Ну что, поехали, всё здорово. Ну и что-то разговаривали, всё здорово. Он говорит, ты чем занимаешься? Я говорю, мы новые дороги строим. И у него был такой интерес неподдельный. Он говорит, а это как? Ну и, в общем, коротенький ответ, до утра мы с ним, так сказать, проговорили. Я ему фотографии, картинки погорел, всё расписал. Он был такой довольный, он был такой счастливый. Это было лет восемь, десять назад. Вот. Мы с ним... И он несколько раз задал вопрос. А где гаишники? Вот я говорю, гаишников вообще не будет. Он такой счастливый, он такой, так сказать, здорово. Там всё как... Вот. Потом, как зовут? Я говорю, он Виктор. Я говорю, ну там всё, познакомились. Приезжаем в Питер, мы с ним, ну, даже не ложились, дверь открываем, выходим. Стоит делегация, подходит этот, товарищ генерал, за время вашего отсутствия. В городе происшествия не случилось. Он говорит, дайте ему машину, говорит, отвезите, куда он просит. Я подхожу, мне дают машину с этой, с мигалкой. Вот. И я спрашиваю, я говорю, а это кто? А это, говорит, начальник питерского ГАИ, понимаете? Вот. Потом он стал начальником российского ГАИ. Вот. Мы с ним много раз встречали. Мы с ним там даже дружили, ну, где-то год назад. И он каждый раз, он говорит, я повесил твою фотографию, и я всем говорю, ребята, вот люди работают, чтобы ГАИшников не было, понимаете? Вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...